привет дорогие друзья вы на канале колдунблог с вами катеров танки и сегодня у нас будет разговора су-100у и дома мы уже не говорили об этой машине вот и все никак мы ее не увидим в hd возможно даже немножко об ну потому что совсем у нее слабая лобовая броня и вообще это такая неоднозначная pt несмотря на то что владая огромными размерами и весом она при этом имеет довольно таки хорошую тягу вот вооружена мощной морской пушкой калибра 130 миллиметров с огромной для своего уровня альфой практически 500 единиц да ну здесь более 500 есть наряд особо мощность менее высоким уровнем пробития но большим уроном но в общем где-то в районе 4 440 510 вот колеблется наш среднестатистический урон и хотя эта машина довольно таки протеревчивая из-за того что ее довольно легко заметить она как ведь огромная размер у нее просто впечатляющий и для pt это конечно же проблема потому что она помню то что высоко на счет довольно таки широкая очень габаритная машина и и очень любит артиллерия и истории где-то на открытом простанстве попасть за свет и все и это уже как говорится игра сыграна вот это вам не су-100 которая за счет низкого профиля может быстренько спрятаться в складках местности здесь это не получится то есть за эту огромную альфу за возможность одним снарядом нанести урона столько сколько е25 наносит за 45 попаданий мы платим вот этими вот проблемами с заметностью с ровными габаритами и уязвимостью потому что примерно при схожем бронировании с е25 мы все-таки намного больше по нам легче попасть и тем более уж легче попасть и артиллерии ну и несмотря на то что разработчики дали нам дольный мощный двигатель все равно машина медленновато на фоне тоже е25 это уж не поспоришь вот но в любом случае она быстрее чем гикер макс хотел сказать штурм рамиль потому что похожие машины на самом деле вот она быстрее у нее выше альфа и вот главное ее перемешиваться состоит в том что вот сейчас мы выкатываемся на халкета один выстрел 500 одна единица урона то есть вот так вот одним выстрелом мы наносим считай 5 выстрелов потребовалось 45 выстрел потребует сделать той же е25 еще один выстрел ну там уже противник был побитый и мы его уничтожаем то есть эта машина очень любит открытые позиции где есть прострел да и когда ей подсвечивает тогда это просто саппорт великолепный сравнимый с низу на своем уровне так настолько много урона наносить не может практически никто то есть у нас урон выше даже чем у той же су-100 которая довольно таки имбоватая благодаря 122 миллиметровой пушки и еще одно преимущество которое имеет данное пт вот состоит как раз именно вот этой альфе да в чем суть вот сейчас мы видим к вывозе 5 сводимся стреляем одно попадание вот оно даже там пошло по касательной попала в каток пробила там все что можно было вызвало пожар и нанесло считая одним попаданием почти 800 единиц урона можете себе представить 800 вот так вот то есть бой скажем вот этот он так себе да то есть ничего особенного там нету но сделав всего три точных выстрела мы в этом бою но учтите что он победный за победные бои дают больше мы в этом бою заработали с вами сорок одну тысячу серебра с премиум аккаунта сорок одну тысячу за три выстрела то есть если вы умудритесь на этой машине несколько раз попасть то у вас гарантированный доход уже имеется даже без премиум аккаунта если вы делаете 5 точных попаданий с альфой которая ну хотя бы там на 80 процентов вылетает да то вы гарантированно иметь 30 тысяч серебра на свою счету и еще одно преимущество состоит том я сейчас специально вам показываю машина спокойно проходит через самые глубокие места которые вот другим машинам просто недоступны видите мы сейчас преодолеваем это препятствие элементарно другие машины здесь бы уже начали тонуть даже е25 это тоже еще одно из преимущество но пока что у нас в игре не очень много таких карт и поэтому такие машины как вот сусто игреке м6 не всегда чувствует это преимущество но я бы на месте разработчиков что-то подобное добавил чтобы вот эти машины получили еще одно маленькое тактическое преимущество ну и конечно же так как у нас довольно подробный разговор идет о премиум машине многие из вас не хотят пустую потратить деньги хотя точно знать чего стоит та или иная техника то конечно же я не мог вам не показать действительно как я сейчас может быть повторюсь но именно показательный бой который демонстрирует на что способна мощное орудие который установлен на су-100 у если у нас имеется в распоряжении карта которой хоть несколько есть нормальных позиций на которых можно набивать дымах вот если такая карта есть то у нас появляются возможности неплохо пофармить вот к сожалению как вы знаете перестарались немножко разработчики с коридорностью карты из-за этого пт-шкам стала воевать намного тяжелее особенно это касается медленных пт без лобовой брони им двойне тяжелее стало потому что они играли всегда дистанции да вот сейчас этих дистанций открытых прострелянных стало меньше поэтому играть стало сложнее вот и такие карты особо цены для нас где у нас имеется возможность для прострела вот и вот эта вот линия восьмая точнее это девятая нулевая линия она для нас является ключевой единственный здесь фактор который всегда вас будет раздражать это вот эти союзники которые вот прекрасно видите 418 1 попадание 418 все хелкет практически поиграл это союзники которые вас не слушают вы им даете сигнал вытягивайте на себя тащите тащите на себя под пушку мощнейшая пушка 130 миллиметров но они вас не слушают зачем им же надо домашку набить не важно что они получат примерно столько же за косвенный урон даже смотрите почти 460 вылетела хп одним выстрелом нет им надо лезть вперед им надо сливаться потому что это рашеры они не любят думать они любят ехать вперед и делать пил пил и как итог зачастую сливается и не дают возможности нам поработать да ну ладно там не будем там рассуждать чисто с эгоистичной точки зрения просто даже с точки зрения победы команды вот зачем часа т2 вообще полез вперед где его соображение что он делает его задача была бы самая выгодная стоять вот здесь где стоит е25 на и можно с того направления где база и прикрывать и все не надо лезть вперед не надо из себя изображать супер штурмовую пт да она такой является но только когда попадает топ сейчас она далеко не в топе лезть вперед не надо половину хп он отдал ни за что ни про что и его там идет у них обмен хотя сейчас видно что направление с 2 3 линии вообще не закрыто но они на карту не смотрят зачем у них идет там перед ранка и мне до этого вот я им здесь пишу посмотрите пожалуйста на карту товарищи но им все равно они слишком заняты им не до этого вот поэтому нам остается только наблюдать печальную картину как они один за другим разменен свою хп которая можно было сохранить да если немножечко думали они на все таки игра у нас не столько скоростная сколько тактическая да и вот ведь еще один отправляется в ангар к в 2 пишет он перезаряжается замечательно что перезаряжаешься это конечно очень важно это нам должно помочь а сейчас видите выезжает т-40 подставляется выстрел 473 вылетает в принципе по таким машинам можно даже стрелять вот этим вот замечательным боеприпасом который очень дорогой bp46 она который выбивает у него меньше пробития 171 это где-то на 23 миллиметра ниже чем у обычного снаряда но выбивает он 510 хп вместо 440 здесь я смотрю о и знает точность невысокая пусть подъедет подставить борт еще тут выехал так видите елочка впереди она не дает ему обзора и он меня не увидел он сейчас практически потерял больше половины хп ничего не добившись на вот в этом момента и ждал когда он выйдет подставится и вот моя помощь артиллерия ее использовала полностью добила противника теперь т-34 выкатывается жду опять когда он за елочку зайдет смотрите не спешу выстрел есть но случилось так что там уже е25 на горе стоит у нее довольно таки хороший обзор вот я понимаю сейчас стрелять не надо вот поэтому я жду все-таки крана выкатиться это опасно противники его надо убирать по-любому вот я прицелюсь четко в центр и наша дикая альфа опять затащила да то есть она уже была побитая вот и вот это наша альфа фактически что это значит это значит е25 два точных попадания и он уничтожен все вот так вот . без разговоров то есть если брать там момент с рашем да конечно е25 будет лучше она ниже нее тяжелее попасть она быстрее ее заметят позже но что касается обороны то тут уж извините да вы допустим идете в атаку нарвайтесь на е25 ну два-три попадания в этом поймаете пока сообразите там свернуть до спрятаться здесь тигру повезло его орудийная маска мощная спасла мог отправиться тоже в ангар но это тоже вбр такой вопрос спорный очень потому что пробитие 194 миллиметра это под вопросом вряд ли маска такой выдержала ну ладно тем более да что снаряд очень тяжелый как вы знаете снаряды с пушек зверобоя имели свойства даже king тигров повреждать настолько что они были не боеспособны даже не пробивалась броня но повреждались внутренние модули и танк терял боеспособность вот то есть понимаете да что в обороне выкатываясь на су 100 y там 2 су 100 y раз бах бах выстрел это 800 900 хп улетела то есть на е25 сразу в ангар на долгое гд точность невысокая но если опытные игроки то это ужас если вы нарываетесь на е25 у вас все таки есть шанс быстро свернуть спрятаться за укрытие да и поменять тактику ну здесь просто замечательная у нас союзник на е25 которого хватило ума никуда не лезть единственное что сейчас складывается критическая ситуация я не могу поехать сбивать захват ну что я знаю что на горе там у стоять тигр да там еще от 34 85 еще артиллерия по-любому сведена и это все очень опасно лезть нельзя а вот е25 может он низкий он может подъехать без захват и прочее единственное что он действует слишком примитивного час он выкатывается на арм на и начинается с ним перед ранка вот сбил ты захват все не на ничуть больше делать надо было откатиться назад да и потом постараться либо обойти вот отсюда смотрите он ловит попадание одно второе все то есть и ему там накинул союзники все надо было проскочить либо здесь либо объехать вот либо вообще не лезть сбил захват и все не надо он подстался под раздачу к сожалению и это было невыгодно и был вариант вот здесь проскочить до уйти в инвиз и обойти отсюда накидывать попробовать или отсюда вот ну очень жаль что он конечно не сообразил это сделать пошел в лобовую перестрелку но в любом случае хотя бы он задержал захват вот и все я здесь уже понимаю что лезть мне смысла нету со всех сторон окружен но здесь вот появляется тоже такой момент что при повороте меня засветило это либо артиллерия либо стоящий на горе тигр скорее всего второе вот если я не разверт уже в ту сторону то не потерял бы виде как быстро терять машина хп слишком она большая попасть по нелегко действие что здесь меня спасаешь очень быстро меняю позицию хожу в инвиз и меня противники не видят и я стою за этими деревьями вот я знаю что если сзади выйдет аэрл то это все это понятно да вот но вот здесь вот в этом секторе меня никто не видит но аэрл у нас такой парень упертый он хотел захватчика поэтому по факту большой угрозы он для нас сейчас не представляет продолжать стоять на захвате и тут происходит чудесная ситуация т-34-85 не выдерживает нервы и он уничтожает своего союзника чтобы добить эту самую сусту игре которая стойких тут по раскидывала начинал был очень рассержен и на меня и на союзника который вместо тоже заехать с тыла да и дать дамаг или хотя бы подсветить он ничего не сделал поэтому союзник на нем так отыгрался вот но здесь я не учел один фактор что оказывается в этот момент его заблокировали на час то есть за повреждение союзников и он айфкашный и это конечно потом сделает довольно смешную ситуацию вот а сейчас видите выскакивает тигр я тоже не спешу свожусь выстрел есть добиваю откатываюсь назад вот меня заметили вот хотя честно говоря нет механизм не совсем понятен я щас начинаю ерзать потому что я знаю что арта сведена и вот я ушел витя забил хумеля вот и не попал по мне я не совсем понял почему засветился потому что как бы успел тигр передать сигнал если он был сразу уничтожен что во время полета снаряда что ли единственный вариант что у него был прокачан из последних сил да и там этот навык позволяет радисту еще там две секунды передавать данные может быть может быть не исключено я не знаю но по факту есть такая ситуация то у вас засвечивать не должны в принципе потому что ну как бы он успел передать данные союзникам да никак плане танк уничтожен все привет и все и здесь я откатываюсь кусты и жду я вижу что два противника да я знаю что т-34 стоял на горе но я не учил тот факт что он уже его выкинула бан ему выписали на часто повреждения союзников второй танк это чех да это шкода т24 он вообще фкшный оказался в итоге вот поэтому такая вот получилось несколько патовая ситуация но наученный горьким опытом противостояния различных боях да это что союзники очень часто нас ну не союзники противники очень часто когда проигрывает начинают троллить до пытаются обмануть прочее не было особого доверия меня к их словам нет я вижу щас хумель выкатывается добиваю хумеля это без варианта у меня 300 хп даже если там минималка вылетит он все равно ваншот здесь я ждал уже что мне по мне 85 какие нет я ерзаю пытаясь отбить возможное попадание маской но никто не стреляет абсолютно я был удивлен я подумал что он объехал с вот этого направления до обошел с тыла и стою вот за этим поваленным деревом понимаю что меня обойти без засвета никто не сможет меня здесь простреливанные участки и я по-любому замечу не тут союзник точнее противник начинает писать что они в каждой и по этих уничтожь но к сожалению ну в этот раз да это оказалось правдой но зачастую было так что просто вас кидает вас дурят вы едете попадаете в засаду и проигрываете ну как говорится на войне все средства хороши да вот ну а по большому счету негодяй все равно хватает и даже в игре поэтому удивляться не приходится поэтому я здесь особо никому не верил и я понимал что как минимум как минимум я смогу затащить не на ничью все-таки задача пт-шек охранять базу охранять помогать союзникам и прочее и вот как стражи базы я свою обязанность выполнял на все 100 вот поэтому уже когда я начал подозрять что действительно противники либо вообще испугались либо действительно фк уже все равно не было времени и смысла рисковать не было поэтому я решил остаться на месте и вывести бой на ничью любом случае получится очень хороший результат более 3000 урона мастер конечно же мастер да с таким-то дамагом и что особенно интересно что мы заработали в ничьей 75 тысяч из-за не самых высокий затрат на этой машине чистыми 65 тысяч ну естественно с премиум аккаунта если бы была победа было бы 100000 может даже больше 100000 это так и есть вот в этом прелесть этой машины то есть при всех своих минусах если она уже встала на хорошую позицию и союзники хоть какое-то время и дают возможность стрелять она набивает очень много дамага и это приносит вам существенный доход вот она не такая удобная какие 25 но по части дамага и фарма она зачастую даже превосходит и 25 то есть но я не могу сказать и минусах то есть она очень тоже надо будет рандом то есть когда она закидывает на неудобные карты нам там тяжелее чем где 25 и 20 и более выживаемая такая да пусть она его более высокого уровня машин но я именно с ней сравнил потому что дикер макс вообще другая история абсолютно может позже мы когда-то о нем поговорим вот то есть я имею ввиду что доход бывает рандомным то есть если вас закидывает на карту какую-то городскую где вам нигде спрятаться там конечно бывает посложнее если же открытые карты то практически всегда мы неплохо фармим то есть каких-то там 30000 мы всегда за бой выведем если действуем грамотно особо не спешим вот вот за это нравится эта машина то есть по части фарма это довольно таки стабильный агрегат вот но опять же на любителя если вы не любите такие огромные машины с долго сводящимися пусть очень мощными пушками то вам лучше остановить выбор на чем-то другом но на этом у нас все если же вы любитель конечно же бабахал вот таких здоровых то это машина для вас и назначен вот теперь уж точно все если понравилось я надеюсь информация я вам полезной много рассказал в любом случае те кто будет выбирать покупать машину или нет они уже будут вооружены этой информацией и точно деньги потратят сумму вот теперь точно все ставим лайки ребята если понравилось подписываемся на канал и до новых встреч пока а